Приветствую вас, дорогие друзья, из студии Церкви Христиан Адвентистов 7 дня города Сакраменто. Пролетела еще одна неделя, и это значит, что наступило вновь время открыть вместе послание апостола Павла в Ефесскую Церковь. Сегодня мы будем искать там мудрости. Мудрости для себя, для наших семей и для наших церквей. Конечно же, мы очень благодарны вам за то, что каждый раз, когда вы смотрите нашу программу, вы оставляете свои комментарии, свои замечания, вопросы, ну и, конечно же, делитесь этим видео с другими людьми. Нам очень приятно, что Слово Божье распространяется, и мы можем не только теоретически изучать его, но и практически воплощать в своей жизни. Продолжайте поступать так же, как говорит Священное Писание. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, отправляйте комментарии, чтобы как можно больше людей обрело мудрость, которую дает Господь. Дорогой Господь, мы вновь благодарим Тебя за эту возможность сегодня вновь приступить к Священному Писанию, Господи. От послания апостола Павла, оно очень важно, и поэтому мы просим, Господи, Духом Святым, коснись каждого, кто будет принимать участие в размышлении, изучении, Господи, этих уроков. Просим также благослови наших зрителей, дары и мудрости, Господи, и помоги, Господь, чтобы они поняли те истины, которые Ты когда-то передал через апостола Павла. Мы, Боже, все уверяем в Твои руки, просим присутствия вместе с нами, и да прославится на этом месте только Твое имя, как Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Ну что ж, братья, время летит неумолимо. Мы уже с вами в пятой главе, продолжаем наше путешествие. И прежде чем мы начнем исследовать это слово, я хочу, чтобы вы посмотрели друг на друга, улыбнулись. Здесь лето в самом разгаре, да, мы уже немножечко успели отдохнуть, с одной стороны. А с другой стороны, мы имели возможность на практике осуществить те истины, которые Господь изложил здесь в послании к Ефесской церкви. Это самое главное. Вы знаете, если честно, я прочитываю комментарии, которые оставляют нам зрители, и я вижу, что им очень нравится, когда урок практический. Не просто мы с вами пытаемся докопаться до каких-то глубоких теоретических истин, а мы держимся практических примеров из собственной жизни и практического применения этого слова. Мне хотелось бы, чтобы мы продолжили эту добрую традицию и всякий текст, который мы будем разбирать сегодня, чтобы мы старались преломить с практической стороны. Читаем пятая глава, первый текст. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Как вы понимаете этот призыв апостола Павла к верующим? Что значит подражать Богу? Мне кажется, что второй стих, он объясняет, в чем суть вот этого подражания. Подражание, вернее. Я читаю его. И живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал себя за нас. И в приношении, и в жертву Богу, в благоухании приятное. То есть, по сути, подражать Иисусу Христу, это дарить любовь. И настолько глубокую любовь, чтобы быть готовым отдать все. Ну, не побоюсь этого слова сказать, как здесь сказано. Даже жизнь своей ради проявления любви к ближним, которые нас окружают. Я вспоминаю, когда я был членом церкви в другой, когда мы еще были в аптистской церкви. И у нас был знаменитый в нашем кругах пастор, я в той церкви был. И у него была знаменитая серия проповедей, посланий к римлянам, ефесянам, ну и все, в принципе, послания Павла. И он в тех кругах набирал популярность все больше и больше. И видно было, как многие братья начинали имитировать, как он проповедует, что он говорит, темы, которые он поднимает. Голос. И мы это видели, и отчасти, ну что, ну есть, то есть. Но это демонстрирует один принцип, что мы иногда стремимся за кем-то, кому мы уважаем. Вот в этом стихе я вижу, что мы всегда можем найти, если кого-то хуже себя, и говорит, а, у меня все хорошо. А или можем найти человека, который выше себя и стремится. Но здесь у нас совершенно другой стандарт. Здесь стандарт у нас сам Христос с его любви, которая была доказана жертвой. Так что, говорим о практической стороне, легко найти человека хуже меня. И найти человека, который лучше на меня, но не так уж и сильно. И таким образом успокоиться. Здесь, как бы, призыв на вот самый такой высокий, как бы, стандарт. То бишь, мы стремимся к тому, чтобы поступать так, как поступал Иисус, да? Значит, всегда задаем вопрос, а что бы на моем месте сделал Иисус Христос? Я помню, что когда я был еще молодым человеком, и мы с молодежью делали различные акции. И вот на 8 марта мы ходили, пастор просто сказал про то, что нужно дарить любовь всем, как дарил Христос. И мы дарили людям бумажные цветочки, сделанные своими руками. Таким образом, мы хотели как-то с ними поделиться любовью. Вроде бы и мы не дарили им любовь, завязанную в какой-то мешок, да? Но мы старались сделать им приятное, чтобы они улыбнулись, чтобы на 8 марта женщинам, может быть, вообще никто не подарил, может, они одиноки, чтобы что-то доброе у них в жизни произошло. И мне кажется, что таким образом мы тоже старались подарить любовь, подражать им Христу. Мы часто думаем, что когда речь идет о Христовой любви, то это что-то вот такое, что-то такое великое должно быть, знаете, неземное, вот что-то такое небесное какое-то происхождение. Ну, по большому счету, наверное, оно в какой-то степени так и есть. Любовь, она имеет небесное происхождение, но проявляется она, как ты, Саша сказал, в простых вещах. В простых вещах уступить место в автобусе, там приветливо улыбнуться, сказать здравствуйте, до свидания, поблагодарить человека, если он что-то хорошее для тебя сделал, что-то отдать или пожертвовать чем-то. То есть простые вещи. Это то, в чем, наверное, больше всего сегодня нуждается наше общество, человечество. И то, каким образом мы можем лучше всего проявлять Божью любовь. То есть редко кому приходится жертвовать своей жизнью, прям жизнью, ради того, чтобы там спасти кого-то вот таким вот буквальным образом, да. Чаще всего вот наше нетерпение, наша какая-то неблагодарность, это и говорит о том, что Божьей любви-то нету. Ну, то есть хотелось бы, чтобы было по-другому в этом вопросе. Ну, здесь первый стих, он четко и ясно говорит, подражайте Богу, чадо возлюбленные. То есть, если вас Господь возлюбил, то подражайте Богу, потому что Господь вас полюбил. Мы каждый прекрасно понимаем, в каком мы состоянии, да. И всегда задаем вопрос, за что меня Бог вообще-то любит, как говорится. Но и здесь это вообще уже установлено. Человек, который познал любовь Божью, он может ее и передать. Человек, который не познал или не принял любовь Божью, он и другим не может передать. Потому что это какого-то рода энергия, которая передается на других людей, когда человек понимает. И далее мы видим, и говорится во втором стихе, и живите в любви, как и Христос возлюбил. То есть, настолько практически, что здесь никакой философии не надо. Здесь прямой вопрос. Тебя Христос возлюбил, и ты возлюби ближнего. И ты возлюбишь жену, детей, брата, который сидит на соседней лавке, служителя, который за кафедрой. Вот самый ближний круг, это первое, что мы должны принимать во внимание. Потому что, ну, легко любить людей в Африке, да. А всегда тяжелее любить людей, которые рядом возле тебя. И здесь именно Господь об этом и говорит, что живите в любви, как и Христос возлюбил вас. То есть, вы должны это передать и другим людям. Дорогие друзья, насколько это просто, делать маленькие шаги, чтобы показать другим, насколько сильно мы их любим. Я предлагаю вам попробовать. Не ждите чего-то огромного, какого-то подвига в вашей жизни. Каждый день маленькие знаки внимания, маленькие знаки любви тем людям, которые вокруг вас. И вы увидите, что вы будете подражать Иисусу Христу. Мы продолжаем наше исследование. Я предлагаю вам прочесть с третьего по пятый текст. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Так же свернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Такой прям резкий переход. Вначале мы подражаем Иисусу Христу в его любви. И мы говорим, что любовь Бога – она чиста, она скромна, она миролюбива, она добра. А тут же сразу Павел переходит к разврату, к распущенности. И еще почему-то внутри этого всего, как конфетку, заворачивает и пустословие. Вообще, как это? Мне кажется, что здесь Павел играет, как можно выразиться, на контрасте. Он показывает, что на самом деле христианство должно быть другим. Оно должно отличаться от того, что происходит в этом мире. И не зря в другом месте Христос скажет, что «Вы свет миру». Почему он называет нас светом? Потому что мир находится во тьме. И вот это противостояние между добром и злом и образ жизни, который в одном случае направлен на себя, чтобы я получал удовольствие, чтобы мне было хорошо, чтобы как больше на меня обращали внимание, чтобы себя выставить на пьедестал и вот стремиться к славе, к чести и величию. И с другой стороны, Христа поставить на место моего «я». Чтобы моя жизнь Его прославляла, чтобы на Него делался акцент, чтобы все мои даже успехи, какие-то достижения, это все было направлено на Иисуса Христа. То есть, чтобы я показывал, что это благодаря Ему, для славы Его и для блага людей, которые меня окружают. Вот эти два больших контраста здесь и описаны. В одном случае мы видим любовь Божья, которая готова отдать жизнь свою. А в другом случае мы видим смехотворство, пустословие, любостяжание, блуд, нечистота. Что это такое? Это то, что приносит мне удовольствие. То, что меня развлекает. Вот то, о чем здесь говорит апостол Павел. Мы говорим о практической стороне. Мы должны понимать, что он пишет в Ефес. И каждый верующий, который должен был идти в этот город, он встречался со всем этим. С блудом, нечистотой, любостяжанием и так далее. Потому что это был тот современный мир. И Павел отвечает на те нужды, которые есть как раз в том обществе. И он говорит, что это даже не должно именоваться у вас. То есть вы не от мира сего. И это никаким образом не должно даже касаться. Не то, что, как говорится. Потому что это был мир, который окружал их в то время. Спасибо. Урочник очень хорошо описывает именно контекст, в котором это все происходило. И на самом деле, если смотреть исторически, то Ефес был очень современным городом. И если мы просто посмотрим статистически, чем больше город, тем больше там разной новизны. И разного развращения даже. И водительство для церкви говорит, что мы уезжали из городов. Потому что в городах больше греха. Я не вижу большой разницы в городе Ефесе и в нашем мире сегодня. У нас большой разницы нет. Если сравнить сквернословие и пустословие. Мы исходим из славянского народа. И говорится мат через каждое слово. Это, в принципе, очень принято. Так что даже у американцев не так, как у славян. Так что мы это открыто видим. Но это сквернословие, пустословие, смехотворство. Как бы опять, стоит ли нам смотреть, например, комедии. Вот это все, что с этим связано. И это уже другой вопрос. Но в контексте вот даже сексуальных грехов. Что, говорится, довело, как доводит уже до совершенства. Это напряжение сексуальное через современное кино. Видеоклипы, фотографии. Как выявляет человек, выявляет свое тело. Так что я не вижу разницу, так, в Ефес и сейчас. Они одинаково применимы. И, как братья сказали, это недопустимо нам. И второй элемент, который хотел обратить внимание. Павел что делает? Если мы смотрим на 10 заповедей, и там заповеди очень, в принципе, ясны. Но он их как бы разворачивает и показывает. Я вам имею в виду, вот это тоже нельзя. Это как бы поясняя, что еще недопустимо или допустимо, как бы в ракурсе вот этого текста. Я знаю, о чем еще думаю сейчас. Когда во времена Советского Союза церковь была гонимой, для многих славян это очень понятно и близко, то очень четко отличалась церковь от общества. Потому что те, кто был, скажем так, не обращен до конца, он просто оставлял церковь. Это настолько сложно было оставаться верующим. И церковь, как мы говорим, тогда она была вот близка к первоапостольской церкви в своей чистоте, в своей непорочности, стремлении вот к святости и так далее. Потому что по-другому нельзя было. Общество заставляло нас поднимать планку очень высоко, и оно уже фильтровало вот, или отсеивало тех, кто не был до конца обращен. Сегодня же, конечно, обстоятельства, они поменялись очень сильно. Особенно на той территории. Нельзя сказать, что сегодня территория Украины, или России, или Белоруссии, или других стран, они там намного отличаются от западных стран. Да, той же Америки и так далее. Обстоятельства сейчас очень уравнялись вот в этих вопросах. И при таких, конечно, обстоятельствах, вот эти грани начинают стираться. Когда тебя никто не преследует, тогда на тебя никто не тыкает пальцем. Когда тебе не говорят, что ты верующий, что это такое? Потому что это теперь некультурно, осуждать за что-то, даже вопросы задавать по этому поводу. И когда ты так живешь, что даже вокруг тебя могут и не знать, что ты верующий, то ты начинаешь, как бы, эту планочку тоже там чуть-чуть занижать. И, конечно, с другой стороны, есть еще одна сложность, с которой мы с вами столкнулись. Это средства массовой информации, которые в неограниченном количестве, неограниченным контентом поступают или доступны сегодня каждому человеку. Имея в руках вот телефон, планшет, ты можешь получить любую информацию, которую ты хочешь. Чего не было во времена Советского Союза. То есть обстоятельства извне и обстоятельства изнутри, они сегодня настолько усложнились, что вот те проблемы, о которых тут пишет апостол Павел, они очень остро сегодня стоят в нашем христианском обществе. Поэтому мне кажется, что как раз тут начинает проявляться истинное желание, истинное стремление. Потому что когда тебя не заставляет извне, то это должно начаться изнутри. И вы помните, как Христос однажды сказал, что сосуд надо сначала вычищать изнутри. Тогда он извне становится тоже чистым. А сегодня, ну и скажем, и тогда мы сталкивались с этим, но и сегодня очень часто можно наблюдать то, когда старается этот сосуд вычистить внешне, да, там, вот одежда, поведение. Мы недавно были на озере, но на наших кемпингах с подростками проводили. И мы столкнулись там с еще одной церковью протестантской. И вот они до сих пор водят девочек отдельно купаться, мальчиков отдельно купаться. Мы, наверное, чуть-чуть удивились, хотя кто-то из наших зрителей скажет, а как? Так, наверное, и должно быть. Да, по большому счету, возможно, так и должно быть, но мы должны понимать, что общество стало совсем другим. И если вы на протяжении этих четырех дней поводили детей отдельно купаться, это не означает, что картинки, как Илья сказал, да, картинки, видео им недоступны, и они этого нигде не увидят. Вот если бы они это увидели на озере, то это была бы катастрофа. Они бы столкнулись с тем, чего они нигде раньше не видели. Но мы же понимаем, что это все везде и вокруг. И вот это внешнее ограждение, да, внешнее стремление оградить человека от влияния внешнего мира, оно, к сожалению, не всегда приносит результат. Потому что когда эти дети, скажем так, вырываются из-под такой жесткой опеки, то, как говорят, они очень часто могут пойти во все тяжкие. Учить детей выбирать с самого юзного возраста. Да, вы столкнетесь с этим, и вы столкнетесь с этим. Вы увидите это, и вы увидите это. Вот почему стоит выбирать вот эту сторону. Вот какими могут быть последствия. Вот почему Бог нас к этому призывает. То есть мне кажется, что общество сейчас находится в очень сложных обстоятельствах, очень много искушений. Но это, с другой стороны, говорит о том, что вот мы лично, каждый из нас должен принимать для себя решение, а как мы живем и куда мы идем. Спасибо. Здесь Павел, интересно, он обращает внимание на такой очень важный момент, что мы должны быть в мире, но не от мира сего. И вот это разграничение, к сожалению, она очень тонкая линия иногда получается. И проблема и тогда была, потому что люди, они были в том обществе, и они должны были проходить этим городом. Им надо было идти на рынок, им надо было как-то общаться с этим обществом, в котором они были. И тогда была проблема. И сегодня эта проблема очень остро стоит о доступности информации и всего. Но Павел четко и ясно говорит, что оно даже не должно именоваться. То есть, как бы, don't even mention in English, это говорится, даже не знаю, как это правильно четко на русский перевести, что это даже не должно упоминаться в обществе верующих христиан, которыми мы являемся. Поэтому, да, это проблема, это борьба, но мы должны, понимаешь, мы можем взять аскетический образ жизни, мы можем уехать в горы, мы можем уехать, но мы, оторвавшись от мира, мы не оторвемся от грехов. Поймите. Поэтому здесь Павел говорит, что вы в мире, но вы не должны быть от мира сего. Спасибо большое. Братья, мне очень понравились ваши мысли, потому что это еще раз нам напоминает о том, что мы живем с вами в таком мире, где идет борьба. И если Павел начинает эту главу с того, чтобы показать нам наивысший авторитет, наш образец Иисуса Христа и его любовь как жертвенную, которую мы можем брать за основу и для общения в наших семьях, и с нашими детьми, и с обществом живущим вокруг нас, то тут же он показывает, что мир извратил понятие любви. Сегодня оно, к сожалению, другое. И эта извращенная любовь, она подается и нашим детям, и нашим подросткам, да, и молодежи, и в наши семьи она приходит. Там, где люди говорят, все для меня, все для меня. И не хотят ничего отдавать взамен, не хотят жертвовать собой. Но Христос нас учит другому. Дорогие друзья, мы очень хотим, чтобы и вы также молились, и были очень внимательны к тому, в какое время мы живем, и какое любовь, какое понятие любви у нас в сердце. Жертвенный, как пишется во втором тексте, любви Иисуса Христа, или, как мы говорили, третий и пятый текст, это та любовь, которая постоянно чего-то требует своего и ищет своего. Будьте начеку и просите мудрости у Бога. Мы продолжаем с вами исследовать пятую главу. Пожалуйста, прочитайте шестой текст, всего лишь один текст. Хочу на нем заострить ваше внимание. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Мы начинали с любви, затем была искаженная любовь, которую дьявол преподносит этому миру, и, в общем-то, приходим к гневу Божьему. Такое, скажем так, совсем нетолерантное слово для жителей 21 века для нас, когда читаем, может быть, для апостола Павла, его окружение это было как-то понятнее. Но я хотел бы, чтобы вы для наших зрителей немножечко расшифровали, как вы понимаете это выражение гнев Божий или ярость Божью, чем она отличается от человеческого гнева и ярости. Хотелось бы, может быть, перед этим вопросом маленько упомянуть вопрос «Никто да не обольщает вас пустыми словами», что это означает, потому что это непосредственно связано с следующим текстом. И читая и проходя этот урок, «Очень важно сейчас не быть обманутым». Как говорил знаменитый проповедник, через которого, кстати, я узнал о адвентийской истине, Walter White, и он так интересную такую фразу сказал «Deception is the name of the game». В контексте дьявола обман – это вот правило игры. И очень-очень легко, очень легко быть обманутым. Просто даже с практики знаешь, когда ты работаешь, например, с сложным человеком, можно преподнести факт прямо в лоб, а можно так его раскрутить, он уйдет благодаря тебя, хоть ты и сделал ошибку. Вот очень легко, это наука целая есть, как это делается. Но нам нужно быть, как бы может быть предупреждение нам всем, что мы должны быть настолько подкованными в нашей истине, подкованными во всем, особенно в интерпретации, что позволительно, а что нет. Потому что, как урочник говорил, вскользь упомянул, что были люди, которые могли оправдывать грех. Они приходили, они могли так искусно преподнести с одной стороны, с другой стороны, и человек оказался обманутым. Вот в этом, мне кажется, контексте и стоит проходить, непосредственно приходит гнев Божий на сонопротивление. Я бы добавил сюда еще одну деталь. А что это за пустые слова? И почему Павел говорит их в контексте гнева Божьего? Потому что и тогда уже была вот эта мысль, что Бог есть любовь. И он не может наказывать. Ну то есть, он настолько любит всех нас, что он всех спасет. То есть, он найдет какие-то пути, какие-то средства для того, чтобы сам, ну то есть, самый отъявленный грешник как-то понял, покаялся, осознал. Потом появляется идея чистилища, да? Ну то есть, даже если ты уже умер, у тебя есть еще шанс, возможность что-то исправить, да? А потом вспомните вот это учение, что Христос спустился в ад и проповедовал там душам тем грешным, для того, чтобы их тоже спасти. То есть, Бог сделает все для того, чтобы вас спасти. Никто не погибнет, не переживайте. А Павел говорит, ну, друзья, пускай никто вас не обманывает. Другими словами, можно так, но дальше продолжить. Что человек сеет, то он и пожнет. Это слова Иисуса Христа. То есть, мы знаем, что Бог есть милость, мы знаем, что Бог есть любовь, но в конце концов, Бог есть и справедливость. И если человек преднамеренно, упорно, противится Богу, живет, нарушая Божьи принципы, то в конце концов, он пожнет последствия. А в Библии есть такой текст, наказание за грех смерть. И мы знаем, что есть даже комментарий, что смерть, о которой идет речь, вот в этой фразе, это вторая смерть, как будет сказано в Откровении в 20-й главе, озеро огненное. То есть, смерть, от которой уже не будет пробуждения или воскрешения. Поэтому Павел говорит, друзья, да никто вас не обращает. Рано или поздно, грешники, которые не захотели оставить грех, они столкнутся с гневом Божьим и будут уничтожены в озере огненном. Я себе могу представить, чтобы апостол Павел написал сегодня после просмотра некоторых YouTube-каналов и лекций, которые просто никакого отношения не имеют к Библии, хотя они идут под именем христианский. В этом и проблема, что сегодня современное общество, оно очень имеет огромную проблему с этим доступом информации и передачей информации, что любой человек может себе сказать, я пророк, начинать проповедовать и говорить пустые слова. С другой стороны, мы видим, что даже целые движения этим занимаются. Поэтому апостол Павел здесь предупреждает, что на них будет открыт гнев Божий. А что такое гнев Божий? Содом и Гомора, другие уничтоженные моменты, которые Господь уничтожил судом своим. Поэтому на них суд будет. И мы помним, что именно Христос предупреждал не один раз, что придут лжепродукты, придут лжехристы. Поэтому должны быть люди очень аккуратны в том, что они слушают, что они смотрят. Потому что сегодня на просторах интернета можно найти, извините, все, что хотите. Любую теорию, любую идею, которая никакого отношения не имеет к Священному Писанию, Слову Божьему, Закону Божьему и так далее. Кстати, мы видим, что апостол Павел, дорогие друзья, он вновь заостряет внимание на том, чтобы мы не искажали характер Божий, не искажали его любовь, с которой он начинает эту пятую главу. Чтобы мы были очень внимательны, потому что это не пройдет просто так. Я бы вспомнил эти слова Иисуса Христа из Евангелия, где он говорит, что соблазны должны прийти в мир, но горе тому, через кого они придут. И горе тому, кто соблазнит одного из малых, верных к нему. Поэтому нам нужно быть с вами очень осторожными, очень избирательными, когда мы делимся с людьми Словом Божиим, когда мы сами наполняемся какой-то информацией, чтобы не оказаться, как здесь сказано, чтобы не оказаться в числе тех, кто не наследует Царствие Божие. И мы не должны забывать, что гнев Божий, он отличается от гнева человеческого, потому что гнев Божий, он всегда направлен против греха, а не против грешника. А мы, к сожалению, люди с вами, мы всегда гневаемся на человека. Поэтому пусть Господь поможет нам быть милостивым к людям и нетерпимым к греху. Мы продолжаем исследовать пятую главу, друзья, очень интересные тексты, насущные. Почтем с седьмого по десятый текст. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благогодно Богу. Вот мне очень нравится здесь слово «не будьте их сообщниками». Могли бы вы как-то пояснить, что это значит? Отгородиться полностью от этих людей, уйти жить куда-то в другую местность, переехать всем в леса и в город приходить только за продуктами и снимать деньги с карточки. Или о чем это? Нет, ну здесь говорится, во-первых, о том, что когда мы любим слушать таких людей, мы становимся их ними сообщниками. Понимаете? Потому что человек передает информацию, а нам нравится это слушать. Хотя мы не согласны, но мы слушаем. И вот это мы и сообщники. Потому что, а как по-другому, человек так и говорит. Поэтому здесь очень важно понимать. Здесь мне понравилось, как-то однажды Марк Финли сказал, говорит, когда я понял любовь Божью своим разумом, я тогда закрыл для всей остальной информации, чтобы туда вот эта грязь не поступала. К сожалению, сегодня мир говорит, типа, be open-minded, то есть, открой свой разум, пускай туда все залетает. Это очень опасная тенденция для христиан. Почему? Потому что туда может упасть и попасть эти пустословия, смехотворство и другие вещи. Поэтому нам не, мы не должны быть сообственниками. Как только мы понимаем, что речь, которую говорит тот или другой брат, передает, что она не соответствует священному писанию, она далека от идей мира, любви, которую проповедует Господь, мы должны закрывать свой разум. Мы должны говорить, что я не буду сообщником этой идеи, этим теориям, которые ты говоришь. Спасибо. Да, но я хотел бы упомянуть, затрону другую сторону, как многие из консервативных из нас, как бы, как раньше мы сегодня говорили, что, говорится, строить такую теплицу, в которой растут наши дети, и в принципе она имеет свое предназначение до определенного возраста, но вовремя не, говорится, не выводят их на воздух, говорится, этого мира, чтобы получить, привить его, может быть, к миру, если так можно выразиться. И таким образом человек, я это лично видел, когда эта теплица падает или рушатся вот эти вот детские такие преграды, вот церковные, и человек остается как бы абсолютно открыт, и он начинает, как бы, он падает. Так что, с одной стороны, мы должны иметь смысл, как воздерживаться от греха, но с другой стороны, мы должны мудро подходить к этому, чтобы не раскрыть себя. Но хотел бы, вообще-то, вернуться к 7 стиху, написано, и так, не будьте сообщниками их. Кого? Если 6, мы прочитали только что, да не обращает вас никто пустыми словами. Пустые слова, какие? И если взять наш комментарий, даже вот 3 до 5 стиха, это конкретные, 3, 4, 5, это конкретные слова или понимания, которые оправдывались вот в современном Ефесе, потому что 1 церковь, она страдала от многих ересей. И тогда оправдывались самые различные грехи, и считалось это как о христианстве, как о свободе во христе, о котором писал потом, в принципе, и Павел. Вот. Вот о этих сообщниках и идет речь. И это говорит еще раз, что мы должны быть подкованными к такому богословию, мы должны быть готовыми, но с другой стороны, как Василий сказал, мы не должны полностью быть открытыми для того, чтобы вот я, принимай меня. Это один компонент. Второй хотел бы тоже говорить, упомянуть. В нашем современном контексте СМИ и вообще доступа к медиа, я думаю, что не секрет для вас и вообще всех слушателей, что кино предназначено для программирования. Это я не говорю про теорию Загора какого-то, не в том смысле слова. Они специально, ну как специально делают? Кино, оно строит иллюзию, строит, привлекает к миру, привлекает к определенным ценностям, демонстрирует, как, например, человек должен действовать в определенной ситуации, что происходит с девушкой, как относиться к девушке. Оно, своего рода, программирует. Так что, с одной стороны, мы должны знать, с другой стороны, закрыть, как бы, доступ к этому. И мы можем стать сообщниками их, потребляя все это в неразумном, как бы, неограниченном, как бы, говорится сказать, без ограничений. Здесь интересно, что в этом контексте десятый стих нас наталкивает на другую идею, идею испытывайте. Вот именно, правильно ты сказал, что мы должны понимать, что не настолько закрыться, чтобы что-то нормальное принять, а с другой стороны, не настолько открыться, чтобы туда все залетало. Поэтому здесь говорит, испытывайте, что благоугодно Богу. То есть, мы должны проверять, мы должны понять, сперва, а это что является. И, соответственно, Священному Писанию мы должны сверять. Если оно говорит, как Священное Писание, мы должны понимать, мы должны принимать, думать, если оно соответствует закону Божьему, всем другим моментам, которые Священное Писание говорит, оно все окей. А вы не знаете, какая мысль по поводу вот этого нашего дебата или дискуссии выходит? Братья, как вы расслабляетесь? Ну, как вы отдыхаете? Я тоже хотел спросить. Надо как-то нашим зрителям пояснить, потому что я вот слушаю, здесь кино, здесь то, здесь все. Вот давайте четко, вот что вы смотрите, что не смотрите, как вы для себя определяете. Вот Илья тут про фильмы бросился тут нам рассказывать. Понимаете, ну мы молодежь, у нас церкви молодежь и пожилые, члены церкви. И мы недавно сами рекламировали фильм про Дезмона Доса, как он отстаивал истину там и веру. То есть надо как-то более, чуть-чуточку от этого великого захвата, чуть поближе давайте. Мне кажется, что на самом деле тема просто суперслажная. Ну, потому что с одной стороны, ну согласитесь, мы когда собираемся вместе, мы ведь тоже шутим. Мы тоже смеемся. Правда? Ну, давайте так. Будем говорить так, как оно есть. Мы даже поднимаем, иногда разговариваем на темы интимного характера, да, какой-то интимной жизни. С друзьями, на какой-то встрече. Мы же касаемся этих вопросов. На русском кемпе. Мы же не говорим, что это табу или так далее. И когда мы говорим об этих темах, мы порой и смеемся сами с себя или с каких-то других примеров. То есть мне кажется, что нам тоже нельзя построить сейчас образ христианина, такого, знаете, угрюмого, который ничему не радуется. А если кто-то смеется, то он всегда порицает. Значит, это уже какую-то глупость. Там говорят, если они смеются, потому что если бы это не была глупость, то они бы не смеялись. Нет. Радость, смех. Иногда какие-то шутки, но вот это тоже тут правильно, да, вот где те грани, которые мы не должны переходить. Это тоже очень важно как-то понимать. Они тоже присущи нам, как живым людям, которые сталкиваются с реальными вопросами, обстоятельствами и так далее. Но вот надо очень четко понимать, когда вот тема, она переходит в разряд обиды, то есть когда мы кого-то нашими шутками начинаем обижать, кого-то это расстраивает. Вот это говорит о том, что вот эту грань надо не переступать. Когда мы говорим, что если интимные разговоры переходят в разряд флирта, вот это тоже та грань, которую не стоит переступать. Мы можем говорить, ну вот представьте себе, элементарная вещь, вот мы четверо здесь сидим, давайте добавим к нам наших жен и сделаем домашнюю церковь. И будем говорить на разные вопросы, в том числе вопросы семейной жизни. Но мы же точно коснемся всех сфер, правда? И будут где-то какие-то вопросы очень интимного характера, потому что это тоже часть нашей с вами жизни. Мы можем, возможно, повторюсь, над чем-то будем смеяться, но очень тонко можно заметить, когда этот разговор принимает такой, извините, вульгарный оттенок, и это уже ты начинаешь чувствовать себя как-то некомфортно в этих обстоятельствах. Помните, тут же апостол Павел говорит, не обольщайтесь, дурные общества портят добрые нравы. Одно дело, когда мы говорим о каких-то вопросах в кругу верующих людей, которые знают где-то вот ту грань, которой не стоит переступать. Совсем другое дело, когда мы говорим на ту же тему в кругу неверующих людей, да, которых нету каких-то барьеров, ну или грани, которые они не переступают. Потом мы читаем с вами первый псалом «Блажен муж, который не сидит на собрании нечестивых». То есть, что такое собрание нечестивых? Это люди, которые планируют зло, которые думают, как причинить кому-то какой-то ущерб, какой-то вред, у кого-то что-то забрать и так далее, как бы это ни выглядело, да. То есть, мы понимаем, что по большому счету, если мы находимся в кругу верующих людей, и это люди, которые действительно, ну то есть, для них принципы Божьи, они играют важную роль, то в этом кругу мы можем касаться разных тем. Мы можем и смеяться, мы можем и шутить, но каждый понимает где-то грань, которую переступать нельзя. Но как только мы оказываемся в обществе неверующих людей, нужно быть очень внимательными. Потому что порой для того, чтобы быть принятыми другими людьми, мы готовы смеяться над шутками даже вульгарного характера, только чтобы они тоже не смотрели на нас, как на какого-то там ненормального, потому что он не смеется, ведь все смеются, а он не смеется. Если мы понимаем, что это общество вот такое, не мы на него влияем, а оно на нас начинает негативно влиять, лучше этого общества избегать и таких шуток, таких тем вообще отстраняться. Я хотел, ты тут спросил по теме, допустим, фильмов и всего остального. Как говорится, я уже прожил немного на этой земле. И в свое время я решил для себя, потому что для меня сегодня посмотреть фильм, это очень сложно. Они для меня не интересны. Для того, чтобы я посмотрел фильм, я сперва иду, читаю ревью, я смотрю, достойен ли этот фильм, моего времени, которое я потрачу на этот фильм. У меня даже проблема бывала даже с христианскими фильмами, потому что то, как они представляют, допустим, ту или другую сцену из Библии, она не соответствует, поэтому я стараюсь такие фильмы избегать. И для того, чтобы мне посмотреть сегодня фильм, я должен принять решение, что да, этот фильм достойен, чтобы я пошел с семьей, посмотрел и так далее. Ты спрашиваешь, что нас расслабляет? Да, я расслабляюсь, я люблю смотреть путешествия, что-то такое спокойное, которое не кидает мои эмоции вверх и вниз. Потому что сегодня, как было уже сказано, фильмы, вы посмотрите, что фильм делает с вами. Вы на протяжении одного часа, вы испытываете все чувства, которые только есть в этом мире. И это проблема, потому что наш организм, он не способен переваривать вот такую огромную информацию. И наши чувства от радости, плача, смеха и до трагедии и всего остального, оно проходит за короткий период времени, это невозможно. Поэтому психика, особенно у молодых людей, она очень нарушена. Поэтому я особенно молодых людей призываю, выходит фильм в кинотеатр, не бегите сразу туда. Почитайте, посмотрите, достоин ли этот фильм вашего времени. Чтобы вы потратили там два часа вашего времени посмотреть. Потому что весь мир смотрит, это уже проблема. Мы уже становимся миром, потому что весь мир туда бежит. Я должен принять для себя личное решение, хочу ли я посмотреть, готов ли я потратить это время на тот или другой фильм. Спасибо большое, очень хороший практический совет. Хотелось бы чуть-чуть ремарку добавить, то, что сказал Роман. Мне кажется, в контексте смехотворства, когда пустословие, сфернословие, это более в ракурсе, когда, типа, как комедия, камери, когда люди приходят, говорит этот кобик, так все смеются, как бы. И даже, по-моему, Елена Вайт про это говорила, что это место не для христиан, насколько я помню. Но опять, то, что говорил Роман, мне кажется, очень важна цель, почему это происходит. Для чего люди собрались. И то, что говорил Василий, для чего человек смотрит какое-то кино. У меня был действительно сложный путь сначала в вопросе музыки, что я могу позволить тебе слушать, или что я могу позволить тебе смотреть. Потому что на самом деле, когда ты приходишь с работы, у каждого работа разная, у меня она очень ментальная, мне очень-очень тяжело бывает сосредоточиться, и иногда буквально хочется ничего не делать, выключиться. Это, в принципе, на самую нормальную реакцию, как бы, по крайней мере, у меня. У каждого по-разному есть. И очень долгое время, это мой личный опыт был, просмотрел кино, скачал передачу, этот шоу, и ты начинаешь его смотреть. Например, смотришь его, там читаешь сижу, это, о чем, в принципе, пишется, например, там про какого-то финансового этого гения, как он там проворачивал дела какие-то, да. Но на следующее утро, на следующий день, у тебя очень такое... Особенно утром, именно утром, когда ты читаешь, молишься, то такое плохое чувство, что не стоит тебе это смотреть. И мне кажется, нельзя нам говорить, что можно, что нельзя. Нам нужно развить вот эту чуткость, чтобы мы сами слышали это. Потому что человек, например, я вот, как Василий говорит, я бы все христианские фильмы смотрел. Мне даже интересно, там, но один раз был там, Кроссл Раубит, это, там, на коне был в Ковчеге. Ну, посмеялись, посмеялись, но мне интересно, в принципе, насколько человек дойдет. Так что я все христианские фильмы смотрю, я не все разрешаю себе смотреть, а я бы сам бы посмотрел. А, ясно. Так что, но развивать вот эту чуткость, каждый должен сам. И нам правила ставить нельзя. Так многие из нас консервативных делают. Ставят правила, замыкают все эти, и объяснить человеку мне, может, почему нельзя. Мне кажется, каждый человек должен вот работать. Но апелляция к вождению Духа Святого абсолютно необходима в этом. Мы сами не справимся. Спасибо вам большое, братья, за то, что вы дали вот личные, практические примеры. Я думаю, что наши зрители смогут для себя найти очень много полезных советов. Друзья, я думаю, что вы заметили, что мы все живые, как и наши братья говорили. Естественно, мы ведем разговоры, и мы смеемся, но наши шутки не приходят, как здесь написано у Павла. Они не становятся неприличными, либо они не становятся глупыми. Мы касаемся вопроса, обсуждаем вопросы, вот буквально недавно были на семейном лагере, на молодежном лагере. Естественно, там задаются вопросы о сексуальности, о настоящей любви. И мы должны об этом говорить, мы обязаны об этом говорить, чтобы показать красоту эту любви, как пишет апостол Павел, да, красоту во Христе. Но мы учим детей, что есть совершенно другое. Есть порнография, есть искажения различного рода в сексуальном плане. И они должны знать об этом, что это плохо и это зло. Мне понравилось совет и братьев, вот Василий дал. Прежде чем вы начинаете что-то смотреть, просто прочтите. Это быстрее прочесть три минуты текста, о чем этот фильм, стоит на него тратить ваше драгоценное время, свою жизнь, или может быть вообще не стоит, даже не время и деньги не тратить. Советы, которые Илья дал, а как после того, что вы смотрите или читаете, или с кем-то общаетесь даже, или с кем-то шутите, как после этого вы утром или вечером даже молитесь, если у вас желание читать Библию. Это вот такие, а простые, практические советы. И мне кажется, что Дух Святой каждого из вас и из нас направляет в этих моментах. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы были чутки и не растрачивали себя на пустое. Мы продолжаем с вами изучать пятую главу. Очень насыщенно она примерами для нашей с вами жизни, друзья. И следующий наш отрывочек с 11 по 14, те исключительно. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить, все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающее явный свет, есть. Посему сказано, встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Если в предыдущем отрывке апостол Павел говорит, не будьте сообщниками с ними, то бишь вы вроде бы напрямую не участвуете в совершении преступления, но когда вы слушаете, когда вы поддакиваете или просто молчите и попустительствуйте, вы становитесь сообщниками заодно с ними. То сейчас, для меня, человека 21 века, он вообще говорит, так вы не просто не участвуете, не просто не будете сообщниками, но еще изобличаете или обличаете, так что ли это нужно понимать? Ну да, так и получается, друзья. Вот это наша толерантность ко всему тому, что нас окружает, она порою может перейти тоже черты нормального. Если я не ошибаюсь, то это книги про Каезеки, есть вот это повествование, когда он видит видение, где есть человек-писец с оружием, с инструментами писца, потом есть двое, которые с оружием убийства, и один человек в льняной одежде. И он говорит, иди и посмотри. Те, кто воздыхает о зле, которое происходит среди народа моего, поставь им печать, этому, который имел инструменты писца. А вот он тех, которые имели орудие убийства, говорит, а теперь пройдитесь городом и тех, у кого нету этой печати, истребите их. То есть, издыхает, это выступает против. Говорит, что это неправильно. Призывает к тому, чтобы остановиться. Если мы должны быть светом в этом мире и солью для этого общества, ну то значит, мы как-то должны реагировать на то, что происходит. И опять-таки, тут тоже надо очень правильно поставить вот этот вопрос, потому что мы уже тоже касались этого. Отделить грех от грешника. Мы сегодня не призываем бить стекла или, я не знаю, раскрашивать машины тем людям, которые ведут однополый образ жизни. Мы не призываем к тому, чтобы идти разрушать бары или рестораны, где продают алкогольные напитки. Нет, мы не об этом говорим. Мы говорим, что мы должны выступать против образа жизни, против пропаганды тех или иных идей, но не против людей. Потому что очень часто те люди, они настолько в заблуждении, что они даже не понимают. Ну то есть, они искренне верят, что это нормально, что это все правильно. Поэтому мы не призваны воевать против людей. Мы не призваны становиться судьями людям. Судья у нас один, Господь и Бог. но мы призваны обличать грехи, как тут сказано, обличать дела тьмы. То есть, заметьте, дела тьмы. Не грешников, а их поступки, их действия. Ну, вообще-то, было бы неплохо, если бы все позакрывалось. Но мы живем в современном обществе, цивилизованном, и существуют цивилизованные рычаги, которые мы можем применять для того, чтобы закрывать какие-то места, учреждения, влиять на политиков, на определенные законы и тому подобное. Поэтому мы должны это использовать. И вот это, интересно, вот эта наша толерантность христианская, к сожалению, она и доводит до такой ситуации, что сегодня наших детей будут учить тем моментам, которым мы не хотим. Политики будут продвигать определенные моменты, которые противоречат Священного Писания, которые мы не желаем. Поэтому это очень важно, что мы должны использовать цивилизованные методы для достижения определенных целей. И это наша обязанность. Если мы будем молчать, то, конечно, мы будем соучастниками этого. С другой стороны, я хотел здесь еще одно заметить, что здесь очень важно заметить о двойной жизни, потому что некоторые люди живут тайной второй жизнью. И это проблема. Здесь постел Павел четко, ясно говорит и обо том, что они делают тайно, стыдно даже и говорить. Ну, для таких людей только Господь может быть судья, потому что мы не можем участвовать, не видеть. Если мы увидели, если мы узнаем, к сожалению, очень часто наша позиция такая, моя хата с края, я ничего не знаю. То есть, это не совсем так. Потому что очень часто мы можем слышать в церкви, что вот там кто-то, что-то, кто-то, что-то, но ни пресвитера, ни пастор, ни церковный совет об этом ничего не знают. И в этом есть определенная проблема тоже. Хотелось бы упомянуть, вот нам, вот как Фасилий упомянул, есть юридические рычаги, которые мы можем, которыми можем воспользоваться для того, чтобы переменить или каким образом оказать давление. И если они в нашем обществе есть, и они у нас здесь есть, они очень хорошо в Америке, ну, в нас работают, но к сожалению бывают рычаги, которые в других странах не работают. Единственный рычаг это Бенджамин, как бы говорится, и он только, и бывают многие и застревают, как бы, как им как бы обличать и делать мы, это как бы одна ремарка. И так что нужно понимать, на тот момент нужно молиться и все. Но она переходит бывает в другую. Мы иногда видим, среди нас есть люди, которые, говорится, верующие в различные теории заговоров. Я не говорю, что они есть, я не говорю, что их нету, как бы я не говорю вообще про субстанцию. И к сожалению, я видел многих людей, которые полностью погрязли, вот единственный смысл это там, есть ли инопланетяне плоская ли земля или круглая, и они полностью погрязли, как бы, масоны, вот и все. Я говорю это с личного знания, потому что я рад, что в свое время, это было давно, я остановился. Я не пошел в это, хотя это сладко, очень интересно, это новая информация, никто про это не говорит. Так что это нужно тоже быть осторожными. Есть дела тьмы, они якобы дела тьмы, мы это не докажем, и смысла в этом идти тоже нет, мы ничего не поменяем, потому что суть теории заговора, она теория, которая не докажет. Это как бы второй момент. И третий момент, не только рычаги юридические, которые как бы есть, если они есть, нужно, но и практически. Я могу продемонстрировать пример. В моей индустрии, где я сейчас работаю, очень-очень допустимо, чтобы, ну, мы представляем интерес у людей, чтобы между собой разговаривали очень открыто, и так бывает матеряться. И как я это делаю? Мне неудобно, я не матерюсь, но когда звонит мне представитель другой стороны, и как бы хочет перейти на «ты», и начинает воспользоваться этими словами, я говорю, я изменяюсь, я, наверное, так бы не выразился, я не хочу так выражаться. И сразу чувствую, что он отходит назад. Это очень-очень такой эффективный метод поставить его на место, не то, что поставить на место, очень вежливо показать ему. Да, да, ограничить. Ты говоришь, что, ну, они проверяют еще сайт, чем я занимаюсь, там, я обязательно, там, указал о церкви, чтобы они понимали, с кем вообще, ну, человек, ну, и это играет роль. И второе, даже вот, даже соприкасаясь с людьми, они могут тебе то же самое, позволить как-то говорить, о чем-то говорить, и даже, например, когда нам очень нравится сладкое привкус сплетен, что выставить, сказать, братья, или там, Бобби, или Аллисон, и ты извини, я, наверное, так не могу с тобой разговаривать, давай-ка мы будем, ну, на другом тоне. Мне кажется, не только вот эти политические рычаги, но самые простые дела, где мы можем аккуратно, вежливо, да, можно улыбнуться, да, посмеяться, но не в том смысле, чтобы их унизить, а дать им возможность, как бы, себя исправить, как говорится, safe face, есть такое высказывание, чтобы это было мудро, но опять, этому нужно не то, что научиться, а можно ждать этого, чуть-чуть потренировать себя, и с водительством Духа Святого, мне кажется, каждый это может делать. Итак, друзья мои, мы видим, что Господь не поручает Церкви своей миссию изобличать дела тьмы и только этим заниматься. Миссия Церкви проповедовать Евангелие. Но с другой стороны, как мы сегодня здесь говорили с вами, мы должны и словом, когда есть возможность, и с другой стороны, и мы можем это своим делом делать, показывать, что дела тьмы, они несовместимы с делами Иисуса Христа. И когда сегодня набирают обороты какие-то различного рода течения, пропагандические, или кто-то даже в Церкви возомнил о себе о том, что он пророк, его миссия в том, чтобы изобличать всех и только указывать им на их грехи, мы можем красиво своими делами и словами показать, каков же Бог на самом деле и какова истина на самом деле. Достаточно святому человеку быть среди грешных, чтобы они уже, глядя на него, изменяли свое поведение. Пусть Господь вам дарует мудрости в этом, поступайте мудро, не сообразуйте с веком сим, но с другой стороны проповедуйте им Христа распятого. Мы подходим к центральной мысли всей этой пятой главы. Я хочу, чтобы братья зачитали с 15 по 17 текст. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Да, конечно же, мне хочется воспользоваться возможностью и спросить у вас, да кто же такие разумные с точки зрения апостола Павла? Те, кто старается познавать волю Божью. Так, хорошо. И согласно этой воле Божьей жить, жить. Те, которые хорошо пользуют свое время. Второй момент. Ответ на вопрос кино в основном идет на время. Там не вопрос, как же контента, а что ты делаешь со своим умом и что можно было вместо этого сделать. Так что мудрое использование времени. Спасибо. И поиск воли Божьей, и мудрое использование времени. И быть рассудительным. И при этом иметь рассудительность. Потому что только так мы можем познать волю Божью. Потому что здравый смысл, он всегда работает. В одном месте апостол Павел говорит, я вас призываю к разумному служению. Потому что сегодня очень часто человек может уйти или влево, или вправо, в полные дебри. И сегодня это мы очень четко и ясно видим в современном мире. Получается, что апостол Павел двумя этими текстами подводит итог всей той дискуссии, которая у нас была до этого. Хочет нам посмотреть фильм. Опа, сверили. А воля Божья представлена в этом фильме, правильно или искажена, как время со временем, и как с разумом вообще оно стоит оно, какие идеи оно передает. Хотим мы где-то посмеяться, какое-то шоу посмотреть, провести время в какой-то компании. Мы все можем взвешивать, братья, все можем оценивать. Друзья мои, и следуйте этому. Конечно же, может быть, не всегда это у нас получается так, как хотелось бы, но мы учимся тоже. Хотелось бы сделать особое ударение нам в контекст времени. Как бы многие из нас более чувствительные относятся к времени. Это явно, у кого-то это внутренние часы, как я называю, многих просто это внутренние, как бы, как бы, ну и не могу даже иное слово назвать. Нет часов. Человек живет вне времени и иногда завидуешь таким людям. Да, но интересно использовать, вот он говорит, что дни лукавые. Мудро использовать время, потому что они лукавые. Если подумать, любой популярный продукт сейчас, это соцсети, визуальные фильмы, кто более успешно украдет время. Ведь воюют за рекламу. Реклама – это война за время наше. Дни лукавые. Дьявол, он не играет по правилам. Он играет через обман. Следовательно, война за время. Так что мы должны быть по-особому начеку, что происходит нашим временем. И практический пример, что можно сделать. Вот даже взять среди статистического американца, который работает с 9 до 5, если даже взять так, взять 24 часа, выписать их почасовую и сделать график, что происходит, сколько можно выспаться, где можно работать. Например, даже если у меня на работе каждые 2 часа перерыв, как у нас принято, что я в этот перерыв делаю. И вот так сложить время вообще и любой человек удивится, у меня столько много свободного времени, а куда оно уходит. Это как деньги. Если неправильно их использовать, они куда-то всегда уходят. И не знаешь, куда они ушли. Как бы то же самое с временем. Так что я особо хотел бы, может быть, обратить внимание на именно наличие времени и как оно быстро уходит и что против нас война за наше время. Спасибо. Если этот мир сегодня проводит тренинги и учит тому, как заработать деньги и что для этого нужно сделать, то Священное Писание нам говорит, чтобы мы следили в первую очередь за временем. Потому что время это наша жизнь. А жизнь наша написана, это как пар. Она на мгновение появляется и исчезает. И очень важно, дорогие друзья, и для вас, и для нас использовать то время, которое дал нам Бог по назначению. А для чего Он нам дал нашу жизнь? Чтобы мы были приготовлены для встречи с Ним. Это цель каждого христианина, смысл нашей жизни, чтобы мы сами приготовились и приготовили людей, которые живут вокруг нас. Поэтому давайте не забывать, что дни лукавы, они бегут и нужно сосредоточить свое внимание на Иисусе Христе. Мы уже подходим к последним двум текстам отрывка, которую сегодня будем изучать, друзья мои. Это с 18 по 20. Павел тут уже говорит о том, что надо делать. Если он раньше говорил, что не надо делать, потом сделал итог, то теперь говорит, чем лучше заниматься в последнее время, потому что, как уже сказали, дни лукавы. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах вашего Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. И так что мы можем петь псалмы. Но на самом деле, я бы по-другому сказал. Мы сегодня многое говорили о том, что недостаток нашего общества это то, что есть очень много ненужного контента. Мы говорили много о фильмах, о соцсетях, но с другой стороны, это и плюс нашего времени. Потому что доступ к информации, он предполагает, что есть доступ и к положительной информации. Поэтому сегодня у нас масса песен, масса передач, масса библейских исследований, масса и фильмов христианских, как уже мы тоже здесь вспоминали, которые помогают человеку где-то что-то глубже понять, над чем-то замыслиться, где-то углубиться в исследовании, в изучении, найти для себя выход из каких-то обстоятельств, в которых он оказался, будь то на работе, дома, в кругу друзей или еще где-то. То есть мы понимаем, что единственная задача, которая сегодня перед нами стоит, это надо уметь фильтровать, что нужно, а что не нужно. Потому что все равно информация, мы нуждаемся в информации. И мы не можем жить без информации. Только важно фильтровать, что есть добро. И здесь Павел говорит, то, что наполняет нас Святым Духом, то, что помогает нам прославлять Бога, благодарить Его за все, что Он для нас делает, это надо и потреблять. Я хотел бы обратить внимание на 18 стих. Здесь апостол Павел каким-то образом вклинивает вот этот момент, напоминает, что алкоголь это опасная вещь. И мы не должны упиваться, но исполняться Духом. Что интересно, в английском языке алкоголь это тоже spirit. Вы понимаете? Все зависит, каким духом ты наполнишь себя. И оно действительно, это является выбор человека. Когда он просыпается утром, что он будет делать? Там, видать, была проблема. Но, к сожалению, в современном мире тоже есть эта проблема. Поэтому апостол Павел категорически против вина, против алкоголя, но мы должны исполняться только чистым Духом Святым. Здесь не говорится ни в коем случае о том, что можно человеку пить. Потому что я вышел из паптистской среды и это было позволь... Не то, что мы пили. Мы не пили, ни в коем случае, по крайней мере, в нашей семье нет. Но аргумент был более прогрессивных христиан, что написано не упивайтесь. Значит, не пить. Традиционно. Вот так вот. И поэтому они так бывают умеренно. Здесь говорится не только о вине, говорится и о табачных изделиях, говорится и о... Наркотических веществах. Да, так что вино это просто слово, которое Павел использовал, которое подразумевает все то, что убирает ум из реальности. Как бы это может быть даже самые-самые безобидные вещества, которые могут... Я все время, когда читал много литературы, еще когда наши братья сидели в советских тюрьмах, где там один пастор был, набил очень-очень крепкий-крепкий чай. Вот прямо чефир. И когда ему не дать этот чай, он просто не мог найти себе место. Даже от самой безобидной. Получается, по сути дела, не важно, что человек употребляет, но когда он употребляет, что его выводит из этого равновесия. Как бы, но говоря о песнях, отчасти я завидую поколению 80-х, когда был Высоцкий. И опять, о Высоцком я узнал только здесь, потому что я вырос здесь в Штатах, и культуру Высоцкого, и песни, которые он пел, для меня, как бы, может быть, вновь и дивизирует. вновь узнал часть своей культуры. Но, что было характерно в то время, и вы, братья, можете сказать, это песня под гитару с чаем. Сейчас такого нету. И вот вы же, у меня отчасти я привкусил такое, потому что была молодежь моих 2000-х здесь. Мы еще заметили, было еще такое время, где вот эти вот песни, где мы, не то, что мы открыли церковный гимн и спели, потому что мы всегда поем, а мы пели песни, которые были христианские, мы знали, кто их написал, но мы выбирали их, и мы буквально воссоединялись друг с другом вот вокруг этой, сейчас этого нету. Просто хотелось, этого хотелось, не то, что это нужно было, но именно хотелось. Ты смотришь, а как это вернуть? К сожалению, на гитаре не играю, а так бы пел бы, может быть, и играл. Нету такого больше, не собираются так. Вот именно большое ударение именно на песни. Опять, мы не будем входить, вообще развивать вообще тему музыки, но вот когда песня имеет смысл, не гимн, который мы пели веками, а песня несет смысл. Есть гимны устаревшие, но есть гимны, которые никогда не устареют, но которые несут вот этот вот вдохновительный и вразумляющий смысл, подбадривающий. Вот именно вот это необходимо. Нет, чтобы напеваться, нужно войти в состояние поклонения, чтобы Бог нас вел через него. Да, братья, слушайте, ну я очень вам благодарен за сегодняшний урок. Дорогие друзья, мне кажется, что если захотеть взять для себя какие-то практические уроки, вы можете извлечь эти уроки и не один, как и я сегодня сделал, когда слушал наших братьев. Какой я вывод для себя делаю? Очень насыщенная глава. Мы далеко, даже не каждый вопрос затронули, который можно было бы затронуть, но я для себя понял одно. Дни наши лукавы и все дни нашей жизни дьявол старается нас с чем-то заполнить. И чем он заполняет, мы сегодня много здесь читали у апостола Павла. И вот наша задача не позволить ему наполнять нас, а наполняться ежедневно Христом. Мы можем использовать для этого чтение Библии, молитву, пение христианских гимнов, общение с братьями и сестрами, совершать миссионерскую работу. Самое главное, чтобы у нас все время, которое есть, оно было пронизано и пропитано Христом. И тогда дьяволу нечего будет добавить внутрь каждого из нас. Ищите этого и пусть Господь поможет вам быть теми, кто живет по Божьему Слову. Давайте помолимся. Господь, мы безмерно тебе благодарны. Благодарны за то, что ты есть наш образец, за то, что ты наш идеал, за то, что ты, Господи, чист и свят, за то, что ты свет и нет тебе никакой тьмы. Мы так хотим быть похожими на тебя. Мы хотим, чтобы ты очищал сердца наши, разум наш и мысли наши, чтобы ты так научил исчислять нас в наши дни, Господи, чтобы мы не теряли время на пустое, но чтобы научились жить по Слову Твоему, стремиться к Тебе, чтобы каждый день нашей жизни мы жаждали Тебя, как живой воды и наполнялись Тобой. Господи, мы хотим передать эту жажду нашим семьям и нашим церквям, чтобы братья и сестры, наши дети жили по Слову Твоему и испытывали от этого огромную радость, имели жизнь с избытком, как Ты и обещал. Тебе слава за все и плова. Аминь. 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 Аминь.